«Единым делом мы сильны» – так назвали тематический вечер, посвященный Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Сами организаторы обозначили свое мероприятие как семейное, ведь в зале в основном нефтепереработчики и еще их родные и близкие. Приглашение на торжество получили те люди, чей труд заслужил отдельного признания. Традиционно, в канун профессионального праздника, лучших сотрудников Мозорского нефтеперерабатывающего завода отмечают наградами. Но слова благодарности, как всегда, звучат в адрес всех работников без исключения. Прожит еще один год, наполненный профессиональными победами. Благодарю коллектив за такую достойную работу. Хочу отметить, что мы, помимо этого, не забываем о самих наших работниках, о нашем коллективе, потому что коллектив – это главное. Мы выполняем все условия коллективного договора, обеспечиваем выплату достойной заработной платы. Дорогие друзья, еще раз огромное спасибо за ваш труд. Еще раз праздникам здоровья, благополучия, удачи и успехов. Торжественный вечер – это возможность сказать спасибо за труд. На сцену поднимались представители всех цехов и подразделений. Нескончаемая череда награждений передовиков производства, активистов прошла при участии генерального директора предприятия Виталия Павлова, а также председателя Гомельского областного совета Белхимпрофсоюза Виталия Еременко. Вы знаете, в этом бушующем мировом океане экономики Мозорский нефтеперерабатывающий завод был и остается островком стабильности, который обеспечивает безопасность тысяч заводчан и их семей. Но ни одно достижение, ни одна победа предприятия даже такого высокотехнологического, как Мозорский нефтеперерабатывающий завод, не были бы возможны без вас, без опыта ветеранов, без вашего ежедневного кропотливого труда, без мудрого, иногда такого даже рискованного решений руководства предприятия. Мозорский НПЗ приближается к своему 50-летнему юбилею. В то же время ремонтно-механическое производство завода уже разменяло пятый десяток. Небольшой цех перерос в мощное производство, где работают люди, способные устранить любую неполадку на любом, самом сложном оборудовании. Сегодня производство возглавляет Валерий Тихиня. По его словам, за годы работы сделан огромный шаг в будущее. Пришел я на завод в 1986 году. Работал слесаром дежурно-диспетчерской службы. И задачи, даже если брать по дежурно-диспетчерской службе, это был в основном ремонт насосов, технологических насосов. По тому оборудованию, по, скажем, уровню подготовки, уровню, скажем, даже технического оснащения, это сейчас даже сравнить нельзя. В цеху на данный момент шесть основных участков. Шесть основных участков, которые занимаются, в общем-то, ремонтом практически всего технологического оборудования. То есть это и динамическая, и технологическая, и трубопроводы, и запорная арматура, и вентиляция, и в последнее время кондиционеры, и малая механизация средства. То есть через производство проходит практически очень большое количество оборудования, механизмов. Постоянное техническое перевооружение и модернизация – процесс непрерывный. В планах – строительство новых технологических объектов. А это значит и создание новых рабочих мест. Сегодня на заводе трудится почти пять с половиной тысяч человек. Среди награжденных – представители всех профессий. Работаю в замечательном коллективе. Хочу просто пожелать, наверное, в такое непростое время здоровья. Семьям заводчан и семям заводчан. Ну и всего-всего хорошего. На торжественном мероприятии с почетом проводили на пенсию трех нефтепереработчиков. Еще 12 влились в огромную семью. В числе вновь посвященных – молодые люди, которые целенаправленно пришли на завод. Я закончил Белорусский государственный технологический университет зимой этого года и пришел на завод в конце марта тоже этого года. Это событие для меня на самом деле очень значимо, потому что я в принципе шел к этой цели. Я целенаправленно поступал в это заведение, потому что мне нравится специфика данной отрасли. Бесконечные награждения, чествования и посвящения переплетались с яркими творческими номерами. Участие в мероприятии приняли вокалисты, танцевальные коллективы и даже мастера иллюзий. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь.